Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. В результате женского голосования с проекта ушла новенькая Алена. Она приходила к Андрею Черкасову, ее еще даже не показывали в эфирах. А две другие новенькие участницы, которые появились в последний женский приход, остались строить отношения. Это Мария и Настя. На Лобном обсуждали отношения в семье Жемчуговых. Итог Лобного. Глебу не хватает от Ольги тепла, любви и ласки. Оля расстраивается из-за того, что коллектив ее не понимает. Я ничего не даю своему мужу и поэтому он ищет это на стороне. Самый легкий вывод. Колян Должанский заявил, что бывшая участница Алина Саакян готова прилететь к нему на Сейшелы. Алина подтвердила слова Коляна. Мы и на проекте, и за проектом всегда общались. Я была у него в Мариной Роще. Мы часто с ним напивались и куражились, пока нас не выгоняли из заведений. Я знаю, какой он на самом деле крутой чувак. Коля, мы скоро увидимся, нас ждут приключения. Стало известно, что за спор заключили Катя Король и Влад Кадони. Условие спора было таким. Если Катя мирится с Денисом Козловичем, то она отправляется на свидание с Владом. На Лобном, когда Кадони сам поднял эту тему и спросил Катю, пойдет ли она с ним, она ответила да. Ну а Денис написал следующее. Я сразу же послал ее лесом. Если Катя пойдет на свидание, то между нами будет поставлена окончательная точка. Если же нет, то пусть просит прощения. Ведущие сказали Кате, после того, как она рассталась с Денисом, переехать в женскую спальню. Но она отказалась, потому что там грязище и вонище. Тогда Саша Харитонова, Лена Босс и Тата Абрамсон решили ей немного помочь. Девушки из зависти, а скорее всего по заданию организаторов, а ходят слухи, что король будут сливать, перевезли ее вещи в женскую спальню. Подписчики пишут в комментариях, король, конечно, не совсем приятная дама, но она работяга и лишать человека рабочего места – это неправильно. Руслана Мишина написала о своих новых отношениях с Семеном Фроловым. Я думала, что с Семеном очень сложно, однако я ошиблась. Он очень добрый, ласковый и нежный, заботливый, с чувством юмора. Скажу честно, между нами действительно отношения, действительно существует искренняя связь. Ольга Жемчугова в очередной раз решила сменить образ, она добавила в него немного ярких красок. Поклонникам эти изменения очень понравились. Оля пишет, что и Глебу нравится ее новый цвет волос, а это для нее самое главное. Надя Ермакова впервые стала моделью. Ее фотографии опубликованы в журнале «Элегант». Горжусь собой, пишет Надя. Это первый опыт для серьезного европейского глянца. Надо повторить. Ведущая Ольга Бузова хочет выпустить первую в России ароматизированную книгу. Для создания собственного уникального запаха она отправилась в Берлин. Там Оля встретилась с легендарным парфюмером, который создал ароматы, известные на весь мир. «Только представь, ты открываешь книгу, и воздух наполняется прекрасным ароматом», сказала Бузова в интервью. «Я хочу подарить это чудо каждому читателю своей книги». Лиза Шароха приняла участие в модном показе. Она поделилась фотографиями, на которых также можем увидеть Сашу Артемову и Вику Боню. Показ будет транслироваться на канале Ю. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!